здорово я короче валькирий вчера отдохал бешеные сучки стекая что выбрал записи отходящие кузнецом долбаным вот этот кирас я сейчас не бегаю она выглядит конечно так себе ну я имею ввиду нынешний нынешних людей таким уже не удивить что такая золотенькая типа высокий шанс получить благословение а у них еще и разные перки не все учить ауру не укротимся не позволяющих противник атаки при каждом успешном ударе ну низкий шанс низкий шанс мы узнаем все ручки анагомисты врагов вот тогда не прокачанная сейчас то есть на ручей и и труселя 6 уровня и у них по два гнезда чар а ну собственно у этого тоже по два гнезда а эту эту чопар качал или она сразу 7 уровня было не я вроде не качал но них два гнезда чар а убивал я этих валькирий вот в этой броне скажу не в этой не в этой ты ты наверно вот про это говорил мне но там их три вида разных плечи раскаленные магмы но я но я не не в этой убивал я убивал вот в этой королевский нагрудник синдри ну собственно в этом тоже можно эффические а плечи ясности это получше от синдри а знаешь почему потому что у него и ну его вообще у этой брони у всей у ног у рук у них очень офигенное восстановление смотри восстановление 140 я ну я его как бы настакал и рун я 200 набрал урона 205 он и ниш потому что что сказать вот я везде короче вставил рун и пофиг какие главное чтобы у них была хорошая руническая атака рун и восстановление рун и восстановление рун и восстановление рун что это меню делал сука яйца оторвать вот и вот этот вот захват гипериона и спартанский натиск почему захват гипериона потому что он прицельно тип прицельно и спартанский натиск тоже но спартанский натиск ближний бой но все равно во второй во второй ячейки меня нет прицельно но но вот этот захват гипериона хуительная вещь сейчас не знаю я не знаю ты находил вообще нет вот так он работает короче кидаешь цепь на вот это короче спартанский натиск кидаешь цепь и потом нажимаешь и еще раз лкм а видишь он уже восстановился в общем он притягивается к врагу и наносит этим грёбаным валькириям почти четверть хп снимает короче говоря одним ударом вот этим а восстанавливается он лишь как быстро ну то есть 23 секунды установление но это нормально этот подольше чуть-чуть 23 секунды и все особенно мне выбесило горгуля валькириям на северном полюсе блять потому что у них у всех в общем то примерно похожий мувсет но отличается все таки все они прыгают скачут летают мгновенно взрывают воздух и мгновенно нападают на тебя а в этой из крайнего севера которая то просто так вот подпрыгнет блять и следующее мгновение она уже у тебя на лице сидит блять то есть с моим фпсами я тут не знаю максимум 20 25 фпс играл да какие 25 блять иногда и вообще нет фпс 0 ебаный с моими фпсами я видел его так вот только когда она так как бы вроде бы как подпрыгнула и все и в следующий момент она уже на лице на твоем сидит и ты ничего не сделаешь потому что это анимация кроме того вот этот захват гипериона он промахивался иногда а еще чем не сказал знаешь что не сказал за одну из горгуль по моему в огненной локи валькири чай горголем 2 заодно из валькирий дали охерительный охерительную руну и малья держа нам и куда ее вставил сердце валькирии нет меньше не расходы нет не вставился на вот увеличение скорости и дальности перемещения при уклонении глаз избранного крылатого избранника теперь этот теперь этот мудозвон катается быстрее ну типа и дальше нужно что-то новое перед походом к разрывам мира имея ввиду все это не одобряю то есть он он без этого амулета как замороженный блять этих перекатах был а сейчас сделали норма нормальный перекат и это очень очень помогает конечно и на боевке и и на валькириях это по моему самое ценное что мне выпало вообще блять но если так потому что броня но я не знаю вот я вот так вот вот так я общечу нашел в игре какую броню я я сейчас сука молоток отберу будешь стучать пидор вот три вот таких вот и его и вася и вальди одно я сделал две осталось но они примерно одинаково хотя нет защита больше намного потом вот и вот эти вот это огненные вот два я сделал мой один я сделал два осталось и всякое остальное в общем брони то немало всякое разный но она себе снова не приглянулась она вся как сказать она вся не тоже бестолковая я вот вот чё понял если ты короче решил играть от магии но на рунах то надо брать вот эту броню калоревский нагрудник качать руны и качать восстановление ну и все остальное походу тоже качается ну качать рунами качать у них лишь по три ячейки 9 рун нужно ставить и настакать вот я настакал 205 и 141 почему я к этому вообще как пришел потому что смотрим вот открываешь науки например вот вот ближний бой вот эти вот которые горят ярким у них дополнительный эффект активирован и требуется восстановление видишь 100 требуется силы рун 125 этом у меня короче до боя валькирии ну все было так прокачано ну там посту не знаю посолочки может ну сила была сильно прокачена силы и защиты я сначала качал силы и защита там по 180 может было где-то так а восстановление и руны ну так и такой думаю а как это почему как как это вообще прокачать то но чтобы вот дополнительный эффект активировался я короче понял что надо качать не все подряд блять а именно то что тебе надо если хочешь играть за на воротах как и не лишить в основном мечиком махать то надо качать силу и защиту мы хп получается на ну это тоже в принципе можно но дело в том что она у воротах играть это надо чтобы фпс был стабильно ну хотя бы 30 тогда можно да и то по моему нифига не профит на дело в том что валькирии к себе-то особо не подпускают они они не подбегая ну как можно конечно но все равно по мне так вот этот удар нет вот он кэш классный показать что ли на кого-нибудь ну-ка подожди так чем не одет надо только это тут не особо удачное место конечно хотя вот в этой локи я валькирию убил вот с такими параметрами восстановление 92 потому что тут тут из тебя еще и туман убивает ко всем прочим сейчас меня тут конечно завалят вот лишь он иногда мажет этой атакой я хочу захват гиппериона показать овене у меня тут знаешь чем я тут настройках выключен автозахват где там камера центровка камеры при атаке ночи не дадут мне нам показать захват гиппериона потому что ну нахуй блять он охуительно работает мне нравится короче чтобы без особых без особых проблем завалить валькирии надо прокачать броню либо на силу либо на магию и в принципе пофиг там какие уроны будут то есть какие урон будут дополнительные параметры главное чтобы сила главное чтобы статы были нормальные кстати здесь сундук появился хер знает открыть по локом на надо бегать по вот этой локи и искать симпульсик грёбаные иерогрифы а да и вот в этом в мире туманов короче до хера всякого барахла ну как бы типа нужного типа рун всяких там на это я там до хера на я там до хера всяких рун набрал золотых вон оскок это я все здесь ну большинство здесь набрал было штуки 3 максимум 4 теперь он всяких рун 1 2 3 а мы конечно не только здесь салькирии падала много золотых рун конечно здесь тоже есть тут во первых враги золотые ну сейчас уже везде конечно есть но короче вот этой туманной локи до хера чего хорошего можно найти и есть есть смысл тут побегать сначала конечно кажется нереальным потому что этот туман очень быстро дамажит со временем тебе дадут и руну идеальную чтобы ты подольше бегал и броню вот эту и вальди можно прокачать я и не всю и клипнула короче нагрудник надел и в нее засунул вот это идеальный артефакт поветри что ли мне где-то еще золотой боня не важно короче почему разберешься если захочешь можно тут от брата угасаешь лишь я так долго кроме того у меня вот это есть она чуть-чуть эхо туманов восстанавливает и хилит еще до кучи вот здесь у меня еще не закрыто 3 как они называются 33 разлома и там еще наверно сундука сундука 4 осталось золотых за их туманов ивальди обожал вращающиеся клинки а как по мне так это жестоко пидор твой вивальди ивальди вивальди а вивальди вот я его как называю короче я что хочу сказать чтобы я как воевал ну я не утверждаю что это идеальный способ конечно можно и и милишкой херачить наверно но но по мне я смог валькири вот используя все перечисленное плюс надо научиться быстро переключать оружие потому что в каждом оружии две рунических атаки вот ты одну сделал хоп сразу на другую переключился тут же делаешь такую тут же делаешь такую и короче вот эти четыре атаки снимаю с горгулей половину хп она ничего не успевает сделать но только это надо делать быстро не давать им замешкаться а и вот у пацана есть вот эта вот атака вот когда ее короче делаешь на горгулях на валькириях валькирия в стане находится при их атаке то есть ничего не делает и ты в это время пока она там в стане херачившая всякой вот этим 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 и прочим другим вот вот этот захват гипериона снимает охерительно я когда его первый раз сделал на 1 валькирия дай-ка попробую ей чуть ли не 3 хп сняло вообще какой-то одной из них я такой нищий а себе вот это урон нормально ну и все в общем-то вот но я еще квест валькириевский не закрыл у меня мне еще надо вот сейчас поставить 8 8 членов ну 2 я уже поставил вот и там вылезет еще какая-то кроме того здесь есть карта сокровищ здесь искать не будут валькирии будут охотиться за мной до последнего я спрячу то что им нужно прямо у них под носом я думал это у них на арене там ну где кресла стоят что-то прошелся я во-первых морды вот такой не увидел там наверно это не там наверно это где-то еще надо поискать но тут наверное легендарные чары какие-то лежат ну вообще вчера конечно меня некоторые валькирии особенно вот эта вот ледяная блять выбесила ну я трайв 5 может ну максимум 10 мне потратил но блять она заебет а ну надо конечно чтобы еще полоска ярости была заполнена потому что если тебя убивает она камень камень воскрешения я брал чтобы ярость заполнялась и когда после воскрешения сразу переходишь в этот режим ты начинаешь ее муктузить просто на со всей дури короче все доступные все доступные перки надо на ней использовать на них иначе сложно ну на уворотах тоже конечно можно я говорю они но это надо их тайминг учить а они там бешеные орут во первых как не в себя блять бесит тоже вальха ледяная орала вальха подпрыгивает и на лицо садится сразу блядище вот этот захват гипериона только он у него есть один трабл он промахивается иногда вот ты когда вот так вот перекатываешься потом сразу его делаешь он про он промахивается он не попадает в цель это конечно небольшая проблемка поэтому после переката ну в общем нюансы всякие нравится в мастерской эвальди я смотрю вы долго в ней торчали нравится там барахла ты видел сколько алё гномина жаль на него не работает захват гипериона а то можно было поиграть а то а то а то все пока как вот вот